МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, ребята! Привет, привет! Меня зовут Света, и сегодня я снова в компании Ильи и Александры. Важная информация для тех, кто еще пока не видел нашу программу. Мы с ребятами находимся в стране безопасности. Это удивительное место. Здесь мы учимся простым правилам грамотного поведения буквально в любой ситуации. Правда, ребята? Да. И кроме всего прочего, мы здесь соревнуемся. Сегодня у ребят уже второй день соревнований. Ребят, я думаю, что обо многом вы уже знаете от взрослых людей, от своих учителей и родителей. Но это тот случай, когда можно повториться. Вы согласны со мной? Да. Правильно. Итак, вчера был первый соревновательный день, ребята, и мы говорили о том, что такое погодное явление, как сильный снегопад, может представлять серьезную опасность для человека. Помните? Да. Пошел об этом разговор. Хорошо. Сегодня тема будет другая, тоже исключительно зимняя, но об этом чуть позже нам расскажет наш эксперт по безопасности Мария Александровна. А сейчас время нашего первого конкурса. Так, ребята, на этот раз мы будем тоже разгадывать загадки, но отгадки, ребята, вам нужно будет вписать в кроссворд. Они уже нарисованы у вас на стендах. Твой Саша, этот, твой Илья, тот. Ребята, вы должны постараться таким образом отгадки вписать, чтобы не было ошибок у вас. Проверим, насколько грамотно вы пишете, потому что не сойдет за кроссворд, если хоть одна ошибка будет. Поскольку это задание уже чуть сложнее, чем были вчера задания, поэтому уже теперь за правильный ответ вы получите не одну фишку, как вчера, а две. И одна фишка, как всегда, за что? За скорость. Так что стимул у вас есть, очень быстро все делайте слаженно. Так, пожалуй, еще одну подсказочку я вам дам, ребята. Такая у меня рекомендация для вас. Обращайте, пожалуйста, внимание на те картинки, которые расположены у вас на стендах. А теперь отправляйтесь к своим стендам. Так, ребята, первая загадка. Она длинная, поэтому слушаем до конца, даже если вы уже знаете ответ. На лужайке у двора очень злющая трава. Проросла под кленом, ковриком зеленым. Хоть порой на ней роса весело искрится. Эта злюка, как оса, жалить мастерица. Пишем, что это за такая трава растет и жалится, как оса. Кто первый справится, вы мне скажите. Я уже готов. Я! Ай, да молодец, ну-ка покажи мне. Да еще и правильно, да еще и без ошибок. Только вот-вот-вот, Илюшенька, обрати-ка внимание на предпоследнюю букву. Губка, губка у тебя есть, что лишнее считаешь, убираешь. Так. Уже хотел две буквы прям в одну клетку вписать. Ух, какой. А там все верно. Что ты хочешь исправлять? Там буква А, у тебя все было хорошо. Отлично, ребята. Итак, отгадка у нас на первую загадку какая? Крапива. Крапива и ударение они ставят правильно. Ах, какие молодцы. Ну что, Александра справилась быстрее. Илья, она зарабатывает три фишки. Сашенька, умничка. И ты тоже отгадал правильно, без ошибок, поэтому две фишки заработал. Следующая загадка. Если в доме так случится, из-за окошек дым клубится, и огонь, и пышет жар, это значит, там... Что там происходит, если огонь, дым клубится из окон дома? Не забывайте. Я. Молодец, хорошо, что предупредил. Вот это ошибки. Вот посмотрели, я обрати внимание. Если сами справишь, вот и Саша, если справятся сами ошибки, я засчитаю правильно. Только быстро это делаем. Готово. Отгадали быстро. Единственное, ребят, запоминайте, пожалуйста, это важно. Простое слово, нужно знать, что пишется. Пожар. Хорошо. Следующая загадка, и, кстати говоря, последняя. И у вас уже есть подсказочка. Посмотрите, первая буква открыта в этой отгадке. Слушаем внимательно. Тони Гейзер не родник. На крутой горе возник. Камни с пеплом пополам. Там взлетают к облакам. Что это такое на горе возникло? Кто первый? Молодец. И правильно все. Покажи, Александра, как ты. Говорим отгадку. Что это? Вулкан. Вулкан. Ошибок нет. Умнички, кладите маркеры и присаживайтесь, получать фишки. Итак, кто у нас первым отгадал, написал отгадку? Илья, хорошо. Три фишки. И Александрия, две фишки. За правильный ответ. Ребята, вы очень хорошо справились с моим заданием. Я очень довольна вашим результатом. Итоги подведем чуть-чуть позже, в конце соревнования. Вчера состоялась наша первая встреча с нашим экспертом по безопасности Марии Александровны. Сегодня она уже тоже готова выйти с нами на связь. И ждет с нетерпением встречи. А вы готовы? Да. Ну, тогда слушаем внимательно. Ребята, привет. Здравствуйте. Вот и наступила зима. Это время, когда вы можете слепить снеговика, увидеть санки с колокольчиками, которые везут Деда Мороза и отпраздновать Новый год. А еще зима – это аромат елки и шум праздничных утренников. Но зима приносит и свои опасности. И ваше праздничное настроение не означает, что вы можете расслабиться, забыть о безопасности. Вы знаете, что максимальное время нахождения на открытом воздухе в холодное время года – не более 30 минут за один раз. За этим очень сложно уследить, особенно ребенку, так как играть в снегу может быть очень весело, а время летит незаметно. Но делать это надо, потому что организм ребенка особенно чувствительен к холоду и недостаточно развит, чтобы иметь возможность бороться с последствиями переохлаждения. Если вы пробыли на улице долгое время при очень низкой температуре, то важно запомнить несколько простых правил. Немедленно идите в теплое место. Обмороженный участок тела разотрите мягкой тканью, но ни в коем случае не снегом. Удалите холодную, мокрую и облегающую одежду, переоденьтесь в сухую, мягкую и просторную, а еще закутайтесь в одеяло. Сделайте согревающий напиток какао или чай. Помните, что согревать организм нужно постепенно, не стоит сразу принимать горячую ванну. А наша встреча подходит к концу. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. Я желаю вам успехов и, конечно, победы! Итак, ребята, время финального конкурса и последняя возможность сегодня фишки заработать. Сейчас мы проверим, насколько вы внимательно слушали Марию Александровну. Итак, ребята, очень интересный у нас конкурс. Он называется... Смешное у него название. Знаете, как? Как? Руки, головы, хвосты. Условия этого конкурса таковы. Если фраза правильная, та фраза, которую я прочитаю, то вам нужно будет утвердительно кивать головой и вилять хвостиком. Представите, что у вас есть хвостики, повиляете. А если фраза неправильная, то нужно отрицательно качать головой и руки прятать за спину. Давайте потренируемся. Остановитесь рядышком друг возле друга за пуфиком Александры. Вставайте. Вот так вот. Итак, ну, например, скажите мне, вы хорошие ребята? Хвостиками виляем, головкой при этом киваем. Отлично. Вредные и плохие ребята? Ручки. Правильно. Если сложно одновременно, то можно сначала покивать, потом повилять. Но лучше одновременно. Это интереснее. Ну что, если все понятно, вы готовы, то начнем? Да. Первая фраза. При сильном морозе можно гулять по улице не больше получаса. Правильно. Вы ответили правильно и одновременно ответили. Поэтому каждый из вас сейчас зарабатывает по три фишки. Максимальное количество. Вы молодцы. Так. И Александре три. Следующая фраза. Переохлаждение очень опасно для взрослых и детей. Правильно. Снова одновременно. Прямо на равном. Так. Кто же вырвется? Кто же вырвется сегодня вперед? У нас же разница всего лишь одна фишка. Итак. Следующая фраза. Обмороженный участок надо растереть снегом. Правильно. Ну буквально вот, я не знаю, на мгновение начал отрицательно качать с головой у нас Илья. Я ему дам три фишки, Саша. А тебе две. Ну вообще хорошо, молодцы, очень хорошо. Ребят, снегом растирать ни в коем случае нельзя. Правильно. Сделать это нужно лучше, чем Мария Александровна говорила. Чем растирать, Илья? Тканью. Причем какой тканью? Чеплой. Мягкой. И то очень легонечко это делать. Правильно. Последняя фраза. При обморожении надо сразу принять очень горячую ванну. Правильно. Одновременно и правильно. Ребят, почему делать этого нельзя? Объясните, пожалуйста. Александра, давай, давай, тебе Илья до этого говорил, а ты сейчас нам объясни. Почему нельзя принимать горячую ванну сразу после того, как произошло обморожение тела? Потому что можно повредить себе тело и... Можно не помочь, а наоборот навредить. Можно даже ожоги получить. Правильно? Нужно согревать организм постепенно. Хорошо, присаживайтесь. Ребята, все фишки, которые вы могли сегодня заработать и которые вы заработали уже в копилках, поэтому сейчас вам предстоит нелегкая задача сосчитать все фишки. Считайте, только внимательно. Итак, ребята, второй игровой день завершился. Причем завершился со счетом, с равным счетом 19-19. Готовимся и встречаемся завтра. Третий игровой день, и мы приближаемся к финалу. До встречи, ребята. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok